Всегда тебе ответка за что-то прилетает. Это никогда не бывает просто так. Лыжа осталась влажнее, тело развернуло, и у меня буквально треснула кость. Я понимаю, что я в очень интересной ситуации, потому что до шоссе, и, собственно, до уверенного приема мобильника остается 12 километров, такой горной трассы, и мне их надо как-то пройти. Здравствуйте, меня зовут Сергей Медведев. Я спортсмен-любитель, занимаюсь лыжами, марафонским бегом, триатлоном, велоспортом, немножко плаванием, вроде все. И попросили рассказать о каком-то экстремальном экспириенсе. У меня их было много. Меня дважды сбивала машина, один раз довольно серьезно на велоспорте. Причем оба раза, что удивительно, в Альпах все это в таких цивильных местах. Ломал я разные части тела, на горном велосипеде разбивался. Много было травм. И, в принципе, кстати, хочу сказать, что никогда травма не бывает случайной. Это всегда тебе ответка за что-то прилетает. Это никогда не бывает просто так. Вот то же самое произошло с той травмой, о которой я хочу рассказать. Она произошла как-то не парадоксально на беговых лыжах. Казалось бы, не настолько такой травматичный вид спорта. И вот однако ж умудрился. Я в тот момент жил в Германии, в Баварии, в Альпах. И я катался ближе к вечеру по отдаленной горной лыжне вдоль долины Изера, где, помимо прочего, не брал мобильный. Такая далекая долина, но очень хорошая, ратраченная лыжня. И я иду, конечно, такой весь красивый спортсмен. И передо мной двое таких туристов катаются и лыжню мою занимают. Я на них так зло прикрикнул, типа, там, уйдите. Вот они испуганно оглянулись, и я такой мимо них проехал. И вот я думаю, что вот этот эпизод, он как-то через 20 минут, когда я ехал обратно, отыграл. Потому что точности на том самом месте, который уже был не подъемом, а спуском. Лыжня очень забирал мороз, лыжня леденела. Получился очень быстрый спуск. И надо было выйти из лыжни, я остался в лыжне, меня крутануло. Лыжа осталась в лыжне, тело развернуло, и у меня буквально треснула кость. Магия, перелом лодыжки. Я услышал, как какой-то хруст. Но я не понял, что это перелом. Я упал на адреналине, встал, ничего страшного. Сейчас поеду, толкнулся, падаю снова. Боль сильная. Я понимаю, что я в очень интересной ситуации, потому что до шоссе, и, собственно, до уверенного приема мобильника остается 12 километров, такой горной трассы, и мне их надо как-то пройти. И вариантов у меня нет, потому что я останусь просто на этой горной лыжне, и мороз уже 10-15 градусов, чтобы мне ползти, как море силу. И я пошел. И вот как-то так получилось, что я прошел 12 километров со сломанной ногой. Потом уже в больнице людей водили показывать вот этот чувак, который, значит, прошел 12 километров со сломанной ногой. Если бы мне сказали, что был перелом, наверное, психологически меня бы это подкосило. Может быть, я не смог. Я решил, что раз я могу все-таки идти, как-то катиться, столкаться двумя ругами, подталкиваться другой ногой, то это какой-то очень сильный разрыв связок, вывих или еще что-то. Хотя, конечно, нога моментально распухла. В общем, факт тот, что я дошел, было очень больно. С болью можно договориться всегда. Это по другим своим всяким падениям, я знаю. Если нужно дойти, надо просто представить, что ты существуешь отдельно от этой боли. Вот есть ты и твое сознание, сфокусированное на движении. А, скажем, нога твоя, она не тебе принадлежит, она кому-то другому. И ты идешь отдельно от собственной ноги. Вот есть твоя сущность, твое я, а есть некий такой внешне мешающий объект. И это помогает, такая концентрация сознания. Но потом уже я дошел, конечно, до дороги, там уже позвонил, меня приехали, забрали, охи и ахи, положили в больницу, сделали операцию, поставили сантиметров 30 здоровую пластину титановую. Я очень хорошо тогда прилег в больницу, потому что я лежал в гармише, и там больница выходит окнами прямо на знаменитый трамплин прыжковый, там это фиршанцем турне, турне четырех трамплинов. Дело было под Новый год, и я как раз с 1 января смотрел новогодние полеты лыжников из окна своей больнички. А потом я довольно быстро восстановился, гораздо быстрее, чем обещали врачи, потому что, ну, я очень активный путь восстановления выбрал. Я буквально сразу попросил уже через неделю, не через 10, заменить мне жесткий гипс на легкий съемный гипс. И я начал в воде восстанавливаться. Занимался акваэробикой, начинал ходить по дну бассейна, сначала по шее в воде, потом все меньше, 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 как бы как в невесомости, и потом добавляя вес. В общем, я очень быстро восстановился, и даже я не говорил врачам, но практически через 6 недель я уже стартовал в первой своей гонке. Что я сделал? Я разрезал классический ботинок и туда вставил ногу в этом съемном аэрогипсе. И я дабл полингом. Я тренировался все эти 6 недель, потому что я взял у пары олимпийцев саночки, и я тренировался, меня сажали в эти саночки, пристегивали сверху этими самолетными ремнями короткие палки метр тридцать, и вот я в саночках, значит, вот этими палками толкался, и, в общем, проезжал сначала 10-20, потом и все 50 километров с горками, как все паралимпийцы. Ну и, собственно, накачался вверх, и потом уже сезон не дал пропасть, уже в феврале вышел на первую Кёниг, короткую дистанцию, очень хорошо заехал, где-то 20-й, и потом поехал в Канаду, на канадскую гонку, она тогда Кискинада называлась, в Асу проехал. В общем, понял, что дабл полинг рулит, потому что нога была сломана, ногой до лакации нельзя. Так что вот, заканчивая этот короткий рассказ, хочу сказать, что урока 2, я изулёк первое, что действительно надо всегда очень осторожно относиться к тому, что ты делаешь, что ты говоришь, как ты относишься к окружающим, потому что действительно могут прилетать какие-то неожиданные совершенно ответы от окружающей среды. А во-вторых, даже с такой тяжёлой ситуацией, мне кажется, можно найти какой-то альтернативный выход. И вот я так сделал, стал больше заниматься дабл полингом, понял, что это такая очень хорошая техника классических ходов. То же самое вот эта легендарная история про Стаффан Ларсен, легендарный победитель Васса Лопет, который тоже готовился её выиграть и сломал колено осенью перед сезоном. И вот он тоже тренировался на санках, и он, так сказать, едва не выиграл в тот год Вассу, он только в финишном створе проиграл, но на следующий год всё-таки выиграл. Можно из чего-то плохого, там можно это ужасно сделать, а можно из этого сварить суп. Вот, и вот я из этой проблемы какой-то сварил суп, какую-то штуку сделал, так что такой вот для себя извлёк небольшой урок. Субтитры сделал DimaTorzok